Пользуясь случаем, зашел постричься в гостях у Дмитрия и Лили, у которых есть свой салон красоты. Так, сколько вы уже в Польше? Мы в Польше, я чуть больше полутора года, Лиля с ребенком чуть меньше полутора года. Ну, в границах полутора года. И как давно открыли? Фактически сразу по приезду, через два месяца. То есть заранее язык учили? Да, я заранее, Лиля в процессе работы с клиентами. Открывали все сами? Открывали все сами, делали все сами, строили все сами. Все полностью сами. И ремонт делали сами? Дело в том, что заехали в помещение вот уже с тем ремонтом, который есть. Это новый построенный дом, новый буддаванный блок. Ремонт, в смысле пол, стены, потолок, все было вот в том состоянии, в котором есть сейчас. Мы только все... То есть это девелопер уже подготовил? Ну и супер. Это, кстати, не часто я так понял бывает. В принципе, это повезло. Да. Около 60 квадратов. 60 квадратов. Ну да. Так, давайте... Я, честно, не знаю, что спрашивать, потому что немножко не наш бизнес, не наша тема, но давайте... Сколько вы вложили вот, чтобы открыться? Вот до того момента, когда вы начали получать вот первые деньги с первых клиентов, сколько у вас ушло денег ориентировочно? Ну, надо немножко предыстория в таком случае. Конечно. Дело в том, что не у каждого может быть ситуация такая, как у нас. Поэтому не знаю, насколько корректно будет рассказывать именно, как было у нас. Могу сказать, как было у нас, как может это быть вот... Да, да, вот это да. То есть порядок цен. Нормально. Потому что те, кто, ну, едут и хотели бы что-то подобное, они хотят понять, вот, у нас же как? У нас в Украине, если что-то закладываешь цену, надо умножать еще на ремонты в два раза, и еще столько же сверху на коррупционную составляющую, как вот здесь. Ну, скажу так. Честно говоря, решение о переезде в другую страну, в Польшу, было принято давно, но вот решение по поводу рода деятельности принималось... Тут уже на месте? Нет, ничего на месте. Ну и на месте, но за несколько месяцев. Я к тому, что мы открыли этот салон в ноябре. Ноябрь, декабрь, январь – это самые мертвые месяца для этого бизнеса. Объясню почему, я уже знаю. Потому что летом мамочки еще на себя тратят деньги, а в сентябре-октябре они вкладываются, ведут детей в школу и вкладывают туда деньги. В основном, да. Они спрячут в обувь, ручки реже показывают. Теплые штанишки. Ручки в перчатке, поэтому, да. Поэтому в этот сезон... Я не знаю, правильно ли это или неправильно. С одной стороны, мы к сезону подошли уже с опытом, с наработанными клиентами. Нас уже знали. Да, нас уже знали. Мы уже, скажем, наработали определенные сервисы, которые нас продвигают, там интернет-сервисы. Очень полезные. Могу посоветовать. Наше спасение было, честно говоря. Как букинг только для... Как букинг только для салонов красоты. И начали бы? Да, начали бы с начала сезона. Ну, получилось, как получилось. Я к тому, что вот этот вот период, как у вас сказал, до начала получения прибыли, он, конечно, был существенный. Даже не прибыль, а дохода хоть какого-то. Не, ну доходы. Люди увидели вывеску, сразу начали приходить. Угу. Да. Тут рядом много, ну, есть еще? Салоны? Я скажу так. Вровень полукилометра. Наш плюс – это комбинированность. У нас есть и маникюр, ну, то есть и услуги для ухода за руками, ногами, и по уходу за лицом, и парикмахерские услуги. Поэтому, да, те, кто ходят к нам, понятное дело, к мастеру маникюра, тот к нам потом приходят и на стрижку. Рядом вот таких вот комбинированных… Ну, мало. Таких комбинированных мало. Ну, я так вот в голову сразу не придет. Вот есть парикмахерские, есть маникюрные… Есть просто салоны уроды, просто они занимаются ногтями и какие-то там забеги на тваж. Это да. Комбинированных? Можно сказать, что нету. О, кстати, а где мы находимся? Салон красоты «Зебра»? Это «Чижина». Это «Чижина». Это «Чижина». Что? Что значит? Она проверяет, все на месте. Возвращаемся к вопросу. Ориентировочно, вот если мы берем чисто оборудование и… Ну да, чтобы запустить, скажем так, на запуск подобной единицы бьюти-индустрии, нашего такого формата, вот как это, обойдется примерно в 60 тысяч. Долларов? Злотых. Извините. Злотых. Нет, но опять же, я сделаю… 60 тысяч злотых. Но это уже с косметологией, с этим… Вова правильно задал вопрос, и я сделаю акцент на том, что ремонт здесь не делался вообще никакой. Это редкость и удача, вот это факт. Да. Поэтому этой статьи затрат у нас не было. Мы здесь сделали водопровод и электрику. Ну, разводку на… Точно. Да. Дополнительно. А аренда… Плюс-минус. Плюс-минус, с учетом того, что все в идеале сдану, аренда получилась в порядке. Это 60 злотых за квадратный метр, да? Да. Где-то… Ну, три… Три с половиной, даже чуть больше получается. Нормально. В общем, нормально за… Ну, я скажу, что есть дешевле, но опять же… Ну, опять же. Если я правильно понял, место проточное, скажем так. Народ ходит. Место проточное и вокруг, вот за полтора года, которые мы здесь находимся, вокруг… Сколько построилось домов? Сзади два больших. Вообще для большое построилось. И вот напротив нас ограждена территория, будет строиться тоже. Ну, то есть… То есть, вовремя, вовремя. Да. То есть, через два года цена будет разом в полтора выше? Ну, возможно. Да. Возможно. Ну, супер. Вот так. Но опять же, вот те деньги, о которых я сказал, это деньги, это сумма без учета вот этого вот парашюта, чтобы продержаться до того времени, когда появится наокупаемость. Сколько советуете заложить с учетом сезонов, если вы-то еще попали на… еще на жизнь, понятно, чтобы было. То есть, в принципе, порядок там 10, 20, 30 тысяч. Ну, я… Чем больше, тем лучше, понятно. Так сложно сказать, я скажу так. Вот нужно просчитать затраты салона в месяц и заложить на полгода минимум. Вот на полгода. Ну да, потому что салон одно дело, когда просто стрижка, другое дело, когда все вместе, затраты немножко другие. Окей, хорошо. И в первый месяц вот вы открылись, в первый месяц вы начали. Сейчас давайте по деньгам, да, самое интересное. А потом уже административные, бюрократические вопросы. Значит, вы открылись в первый день. Вот первый день уже клиенты были? Один клиент был. Один клиент был. Ну, окей. Это была суббота. Короткий день. Зашел один клиент, да. Первый месяц… Как бы в субботу открылись вообще? Ну, все равно. Главное, что открылись. Самое главное. Первый месяц уже касса была какая-то вменяемая. Ну, касса, скажем, на аренду мы… Это… На собирания. На собирания. Да. Окей. Мы не будем сильно… Все-таки это достаточно интимные вопросы, да. И там… Прибыли, затраты, блага. То есть, как бы… Вы еще… Я просто эту кухню плохо знаю. То есть, мастера еще какие-то работают дополнительно, привлекаете. Да. То есть, они арендуют или они на зарплате или… На данный момент мы нанимаем людей. Мы не сдаем в аренду. Скажем… Нам тоже не совсем известны принципы, как брать людей на аренду, потому что все-таки, когда ты человека нанимаешь, ты можешь ему поставить свои условия и сказать, что мы здесь работаем… Вот так вот. Вот так вот. И мы к людям относимся вот так вот. Когда человек арендует, он все-таки хозяин на своих трех квадратных метрах и ему сложно что-то нанимать. Со своими клиентами, какие-то клиенты… Да. И плюс аренда может быть актуальным вариантом на красной линии в центре города, когда у тебя нету… Ну, у нас… Мы на Ощедле находимся. Такой камеральный салон. У нас вот, я не знаю, там несколько сотен клиентов, и вот они вот… Это наши постоянные. Все-таки в центре города это проходняк. Если в камеральном салоне будет аренда, то получится, что человек на аренде станет со временем конкурентом нам же, потому что мы с ними будем конкурировать на одном рынке, то есть в одних и тех же тысячах или двух тысячах клиентов. Я согласен. Поэтому… Нет, мы сейчас только нанимаем, у нас работают две девочки на косметологии. Вот. То есть у вас еще постоянно вы платите две зарплаты. Да. Ну, сейчас кассы хватает месячной на то, чтобы все затраты и там какой-то… И чтобы свои личные затраты. Ну, конечно. Ну, ладно. Конечно. Это я так уверенно сказал. В плане… Зимой хватает. Летом ситуация, конечно, лучше. Зимой… Мамочка. Мамочка. Что? Окей. Хорошо. Значит, все административно… Так, нет. Давай еще по деньгам. По деньгам… Ну, прибыль уже… То есть вот именно на жизнь вы себе этим всем зарабатываете плюс-минус? Да. То есть уже как бы… То есть не жалеете? Опять же… Уже не пошли на работу? Ну… Просто Лиля занимается этим, я занимаюсь немножко другим. Поэтому у нас как бы… Немножко по-другому. То есть одно время мы здесь… То есть я работал как рецепционист, а Лиля у нас мастер по рейкмахер. Она в Украине работала, свой опыт перенесла сюда. Со временем мы определили, что… Когда у моей супруги язык стал лучше, чем у меня. Решили, что в этом без стартера у нас не будет. И я занялся другим делом. Она это все тянет со мной. Суть просто в чем? Летом всего хватает… Ну, то есть на лето можно рассчитывать, что все будет нормально. Зимой, опять же, от случая к случаю, ситуация может быть разная, но спад есть. Ну, да. Так… Вот если так порядок цифр, вот сколько можно среднее… Вот на круг за год, вот среднемесячно, на какой доход можно рассчитывать. Или по сезону. Вот летом там, условно говоря, там можно столько злотых тысяч, а зимой вот там… На доход. Доход. Именно то, что вот вы можете… Чистая прибыль. Да, чистая прибыль себе в карман. Да. А прибыль, то есть доход минус расход. Ну, это по твоей части. Ну, очень понятно. Это по моей части. Ну, скажем… Летом… Это, ну, скажем, двойной минимальный оклад Польши. Ага. В первый год. В первый год. Ну да. Средняя статистическая… Средняя зарплата по Польше. Окей. Ну, плюс… Нет, даже чуть меньше. Двойной минимальный оклад. Да. Официально, на умове операции. Окей. Все хорошо. Зимой… Ну, зимой… Опять же… Месяцу к месяцу… От месяца на месяц не приходится, но… Например, праздничный месяц, декабрь… Все хорошо. Сейчас… Сейчас… Люди… Все сделали, что хотели перед Новым годом. Поэтому… И ждут очередных праздников. Сейчас, скажем так, вот самое дно сезона. Вот сейчас вот февраль вот начинается вот… Вот… Поэтому… Если кому-то… Если кто-то соберется, то… К первому зимнему периоду надо готовиться. Надо оставлять запас. Я бы так сказал. Да. Чем больше, тем лучше. Надо оставлять запас. Потому что никогда не знаешь, насколько спад будет сильным. Но рост по деньгам, по объему, по деньгам… Вы, в принципе, чувствуете, что он может быть? В два раза? Да, определенно. В три раза? Определенно. Ну, опять же… У каждого… Мы не профессионалы изначально в сфере бьюти, да? То есть мы… Это наш первый проект. Поэтому… Ошибок делали много. Но суть в том, что… На данный момент у нас слили единственный парикмахер. Парикмахер, который работает по 10-11 часов в сутки. И мы просто, ну, делали ставку на косметологию и ногтевой сервис. То сейчас у нас открыта вакансия парикмахера, потому что, ну, уже все. Уже ресурс человеческий. Окей, хорошо. Походу, если там наши кто-то, наши девочки, условно говоря… Разнозначно. Можно обращаться, контакты… Я дам контакты в описании. Да. Можно обращаться, заходить… Да, да, да. Окей. То есть парикмахер. Парикмахер. Значит, давайте еще лирику и перейдем к бюрократии. По лирике, по поводу клиентов. То есть больше польки, поляки, наши. Разница вот эта, польские клиенты и наши. Разница польские и наши. Скажем так, польские клиенты в основном не такие требовательные, как на Украине. Скажем так. Вообще, большинство, но это у нас на ущелье салон, в основном это поляки. В основном это поляки и, в принципе, как бы, еще не было такого случая, чтобы услышал какой-то мой акцент поляк и развернулся и ушел. Как, ой, вы с Украины и все, спасибо, до свидания. Как бы, они очень-таки очень лояльные, в принципе, как бы, им все равно нужно качество. Поэтому, если кто-то, ну, если человек с руками, то… Ну, мне девушка из Варшавы, она сказала, что в Варшаве польки уже просекли тему, что надо идти к украинкам. Качество намного лучше, выше. Поэтому наши в этом плане здесь могут себя чувствовать комфортнее. С кадрами проблем много? Хватает. Хватает. С кадрами, ну, опять, имеется в виду тех, кого мы берем, ну, иногда промахиваемся. Вопрос изначально подобрать человека. Ну, да. Нужной квалификации и подходящему, да, по качествам. По всем качествам. Окей. Теперь давайте по бюрократии. Вот вы когда открывались, насколько… Все делали сами. Все решение. Насколько было сложно, там, какие, может, трудности, как это все происходило? Судя по тому, что слабо помнится, скорее всего, было очень легко. Ну, то есть, это был не самый тяжелый момент в становлении, и там, с персоналом вопрос, конечно, гораздо более остро стоит. Но если брать бюрократию, то, на самом деле, процедура до примитивности простая. Надо получить разрешение на открытие у санэпида. Ого. Мне предложили еще зайти в пожарную, ну, в пожарную, как называется, пожарную часть, пожарную инспекцию. Я зашел, сказал, вот так и так, мы хотим открыть, скажите нам требования. Инспектор на меня стал такими глазами, я так понял, что я у него первый был с таким вопросом. Обычно к ним не заходят. Наверное, да. Посмотрел так, типа… Он сказал, должен быть огнетушитель или табличка огнетушитель и все. Он сделал так, он так сказал, ну, поставьте огнетушитель. Ну, говорю, хорошо. И табличку указательную. Ну, говорю, хорошо. Все, на этом все. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова